Слово для доклада предоставляется главе муниципального образования председателю муниципального совета города Сестровецка Александру Николаевичу Берескому. Дорогие друзья, позвольте мне кратко рассказать вам о результатах работы муниципального совета города Сестровецка и главы муниципального образования в 2015 году. Сегодня в составе нашего муниципалитета 10 депутатов. Это Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина, Александр Гельский, Александр Ваймер, Виктор Васильев, Илья Гречишников, Юрий Допиш, Николай Зоборовский, Юрий Козырев и Владимир Матвеев. В течение прошлого года мы провели 15 заседаний, на которых рассмотрели 11 вопросов и приняли 44 муниципальных правовых актов решения, в том числе и о местном бюджете. За этими на первые сухими цифрами стоит очень большая работа депутатов и специалистов местной администрации. За каждым нашим решением конкретный вклад в социально-экономическое развитие города Сестровецка в улучшении качества жизни в нашей жизни. В прошлом году очень большое внимание было дневного до устройства города Сестровецка. На эти цели мы направили 71 миллион рублей. Это половина всего местного бюджета нашей администрации. За последние несколько лет облик нашего города действительно значительно изменился. Мы открываем новые места отдыха для Сестровича, устанавливаем скульптурные композиции, малоархитектурные формы, которые стали визитными карточками нашего города. Почти в каждом дворе теперь есть красочные игровые площадки, спортивное оборудование, клумбы, газоны, пешеходные дорожки, ограждения и парковочные места. Поэтому нашим главным приоритетом стало сохранять, развивать и улучшать то, что есть сегодня во время вовремя реконструировать, содержать надлежащим образом и в безопасном состоянии те объекты, которые уже нами сделаны. Сестровец – город великой истории. Мы стараемся, чтобы ее знали и помнили все, живущие в нашем городе. В 2015 году Муниципальный Совет выпустил в свет четвертое издание книги «История Сестровецкого. Рассказы для детей». Сборник поэзии и прозы местных авторов «Сестровецкий кодзал». Брошюра о истории и традициях нашего города. Была подготовлена и издана во втором издании книга, полюбившаяся всем книга «Три века Сестровецка». Мы ее дополнили страницами, рассказывающие о главных событиях юбилейного 2014 года и прошедшего 2015. Хочу сердечно поблагодарить наших краеведов Бориса Еремеевича Риткина, руководителя краеведческого центра центральной библиотеки Ларису Николаевну Гораеву, Наталью Ленину Иванову, Виктора Михайловича Федорова, Сергея Владимировича Лени и многих других замечательных людей, которые бережно сохраняют историю и уникальные традиции Сестровецка. Большое им за это спасибо. В летом прошлого года депутаты Муниципального Совета избрали новых почетных жителей города Сестровецка. Ими стали жители блокадного Ленинграда Людмила Яковлевна Хомина. Много лет она была председателем районного отделения Общества жителей блокадного Ленинграда. Бывший премьер-министр России Виктор Алексеевич Кубков, а также всеми любимым певец-композитором Игорь Перамилев. Много лет он живет в поселке Разлив и часто радует нас своими выступлениями жителей курортного района. Но вы все знаете, насколько он тепло относится к нашему городу и всегда во всех выступлениях, на всех выступлениях, и если он дает интервью, он всегда говорит о том, что поселок Разлив это стало его родным местом, а Сестровецк это единственное место на земле, где он хотел бы жить. Поэтому, конечно, этот человек действительно прославляет наш город. Также хотел бы обратить ваше внимание, что в этом году мы тоже будем избирать почетных жителей. до 15 июня, как это у нас традиционно всегда, мы собираем информацию. Хотелось бы, чтобы общественные организации, жители, которые объединены, предприятия, которые будут выдвигать свои кандидатуры на почетных жителей города, постарались до этого времени подать свои заявки. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что в том году у нас были поданы заявки, много мы что обсуждали, много у нас было трений относительно того, кого и как мы избираем. Но за некоторых почетных жителей, которые были написаны на кандидатайство, не пришли на совет даже выступать те люди, которые кандидатайствуют. Поэтому я хотел бы вас попросить, если в этом году те, кто будут выдвигать почетных жителей, я бы просил, чтобы они приходили на наш муниципальный совет и точно так же, как все остальные, отстаивали их перед нами. Потому что потом у нас происходят моменты, когда мы удивляемся, почему кого-то не избрали, и почему избрали этого, и никого. Пожалуйста, приходите. Мы всегда открыты. Давайте обсуждать с вами. Депутаты муниципального совета уделяют особое внимание в вопросах патриотического воспитания подростков и молодежи. Два раза в год мы организуем проведение Дня призывника, соревнований за администра, муниципальные игры к службе отечественного готова и многих других мероприятий. Выполнение этой важной работы невозможно представить без тесного сотрудничества с образовательными учреждениями. Хочу выразить признательность всем педагогам, коллективам школ, учреждений и дополнительного образования нашего города, а также лично заместителям начальника отдела образования и молодежной политики администрации курортного района Вере Петровне Барыгиной и всем ее сотрудникам. Взаимодействие со школами, конечно, это для нас является одним из важнейших моментов, потому что патриотическое воспитание, оно начинается, ну, может быть, даже где-то из детских садиков, у Лентины Ивановны, например, патриотическое воспитание начинается уже с младшей группы, они начинают ходить в военной одежде и участвовать в наших мероприятиях, но школа, конечно, это то основное, где это закладывается. Поэтому, конечно, очень важны мероприятия, которые проводились у нас в 70-летие Победы, уроки, которые у нас проводят наши ветераны, Александр Александрович Ваймер, который отвечает у нас за этот вопрос. Хотелось бы, чтобы в следующем году вы точно так же тепло и радушно его принимали и собирали классы для проведения этих мероприятий. Муниципальный совет благодарит членов военно-патриотического куба «Состровецкий рубеж», усилиями которых тот на 37-м километре первоскоп-шоссе превращен в полноценный выставочный комплекс. При нашем организационном финансовом участии в прошлом году проводилась военная историческая реконструкция. Эта традиция продолжена в 2016 году. Совсем недавно жители города Сестровецка с большим интересом посмотрели реконструкцию, посвященную событиям на Западном фронте в феврале 1945 года. Мы выражаем благодарность членам патриотического куба «Состровецкий рубеж» Олегу Бушко и Ирине Михайловых, а также их старшему наставнику, представителю Совета ветеранов Афганистана и Чечни, соратник Александру Михайлову. На «Состровецкий рубеж» я хотел бы под секундочку остановиться, он действительно является уже таким местом, которое когда-то нам нужно было заниматься «Состровецким рубежом». Теперь «Состровецкий рубеж» отдает нам благодарные монеты, и он является действительно таким брендом «Состровецка». Мне кажется, что люди, которых я перечислил, это действительно достойные патриоты, которые прославляют не только себя, но и наш город замечательно. Также от имени депутатов выражаю благодарность членам Совета ветеранов пограничной службы ФСБ «Россия и рубеж», ветеранам воинской части «2209», которая долгие годы дислоцировала «Состровецкий» Анатольевича Воробьева и его товарищей. По их инициативе муниципальным советам шесть лет назад был открыт сквер пограничников и установлен бюст героя-пограничников Андрея Ивановича Коробейсина. В прошлом году сквер похованился новым уникальным экспонатом. Там установили настоящий пограничный столб. Пограничный столб нам предоставили, и в этом мероприятии вы видели сейчас в фильме участвовал генерал-лейтенант Забродин. Это начальник пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, а пограничный столб нам предоставили наши друзья, руководители пограничной службы в городе Выборге. Мы с ними давно сотрудничаем, и действительно, в этот год, когда у нас 170-летие Победы, мы с ними проводили много совместных мероприятий, у нас была составлена целая программа пограничники, хотя уже части у нас давно нету, пограничники, конечно, являются, неотъемлемой частью нашего города, и мы с ними, я думаю, что будем взаимодействовать и дальше. Вообще, мне кажется, что все традиции, которые закладываются, история, которая была у нас в Усе-Стро-Веске, и в граничной истории в том числе, она, конечно, будет жить до тех пор, пока мы будем сидеть все эти традиции, пока мы устанавливаем памятные знаки, пока мы их содержим, пока мы рассказываем нашим детям о тех героических подвигах, которые они собежали, о той работе, которая велась, и в послевоенное время, да, долгое время часть стояла, но сейчас изменились уже и уже само, как бы, служение на границе, во многом, как бы, изменилась ситуация, связанная с тем, как это происходит, каким образом это происходит, и дислоцированные части, конечно, в Сиралевске не требуются. От всей души благодарим наших ветеранов. Они активные участники праздничных мероприятий, спортивных соревнований, субботников, проявляют себя в творчестве. Это члены районного совета ветеранов, которым мероприятие Виктор Михайлович Михайлов, общество жителей блокадного Ленинграда, председатель Едия Викторовна Кулиновская, члены районного общества инвалидов, его председатель, Наталья Неканоровна Гарба, и других ветеранских организаций. В прошлом году в общественных организациях, которые я перечислил, произошли изменения. Там была отчетно-выборная конференция и переизбрали руководящий состав. Он во многом обновился, и поэтому хотелось бы, конечно, пожелать больших успехов, и мы надеемся уважаемой общественной организации, что вы и дальше будете так же активно продолжать свою работу, помогать нам в нашей работе. И я думаю, что когда мы совместно обращаем свои взгляды на наш город, мы делаем его чище, краше и с вашей помощью в том числе. Муниципальный совет города Сестровецка будет делать все возможное, чтобы жизнь мегатеранов и всех людей старшего поколения в нашем городе была достойна. К этому способствует наша совместная работа с районным отделом социальной защиты населения администрации курортного района, который уже много лет возглавляет Татьяна Павловна Чайкингина, а также комплексным центром социального обслуживания населения, которым руководит Татьяна Геннадьевна Белова. Большое спасибо всем сотрудникам этих организаций. Но сказать, что как-то отдельно от нас живет Татьяна Павловна и Татьяна Геннадьевна, это, мне кажется, даже ничего не сказать, потому что на сегодняшний момент эти люди являются... Ну, мне иногда кажется, они где-то здесь, я вот Татьяна увидел. Татьяна Павловна, здесь, да, вы присутствуете. Вы, мне кажется, что являетесь на сегодняшний момент членами нашей большой-большой семьи, нашего муниципального сообщества. Татьяна Геннадьевна, еще и депутат города Зеленогорска. Ну, столько времени, да, сколько она проводит в Сестровецке, чем была удостоена медали за Сестровецкой. Поэтому вам огромное спасибо. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем вы с нами занимались той работой, которую вы делаете. Это большое дело. Я иногда присутствую на мероприятиях социального характера и могу сказать, что те люди, которые занимаются социалкой, те люди, которые помогают и ветеранам нашим, и инвалидам живущим у нас, вообще людям, которым требуется помощь. Я считаю, что там работа, которая ведется, она делается людьми, которые это делают не за деньги. Потому что действительно работать социальным работником это призвание. Поэтому большое вам спасибо. И я надеюсь, что чем возможно и Минципальный совет вам поможет, будем идти в новую. В 2015 году при нашей непосредственной организационной финансовой поддержке в Североевске проведено 112 памятных праздничных культурных мероприятий. Практически все творческие коллективы города теперь выступают в костюмах, специально изготовленных для них Муниципальным советом. Помогаем мы из транспортной доставки к местам выступлений. Мы традиционно всегда помогаем транспортом и надеемся, что это продолжится и в этом году. Юрий Юрьевич всегда готов выдвинуться на помощь и помочь, если это требуется и нашим школам, в том числе и творческим коллективам. Я знаю, что все вы относитесь к этому с очень большим уважением. Мы будем продолжать и дальше вам помогать в этом. Главным объединяющим в 2015 году, конечно же, стало праздновать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь этой великой даты месяц администрации пророкного района мы проводили праздничные вечера и концерты, на которых поздравляли ветеранов, занимались благоустройством мест вратских и воинских захоронений. Ко дню Победы на Сестраевском воинском мемориале вновь был заджжен огонь памяти. Но вы все помните, что у нас 10 лет была выключенная воронка, и у нас никогда не загорел огонь памяти. Мы в день празднования наших мероприятий ставили туда свечку. Но, как говорится, как говорит Доспром, мечты сбываются. И с прошлого года все работы восстановительные были сделаны, и теперь в празднование наших мероприятий мы зажигаем там огонь памяти, именно так мы его и называем. И здесь я хотел бы поблагодарить наше духовенство, которое с нами всегда в этом участке. На улице носящее имя Николая Борисова установили новую стелу в честь этого Героя Советского Союза. Ко дню победы в этом году мы планируем множество как традиционных, так и новых мероприятий. Прорабатывается детальный план украшения города, обязательно будет шествие, праздничные концерты, салюты. В прошлом году Муниципальный Совет направил в Татаниническую комиссию Санкт-Петербурга обращение о наименовании сквера на улице Токолево, дом 14-я сквера Непокоренных. Также депутаты поддержали предложение членов молодежного патриотического клуба Центролийский рубеж о названии одной из улиц в нашем городе Комбата Широкова в честь Алексея Николаевича Широкова руководителя обороны нашего города в годы Великой Отечественной войны. Эти предложения уже поддержала экономическая комиссия и теперь мы ждем постановления правительства Санкт-Петербурга, а после этого установим таблички и проведем соответствующие мероприятия. В прошлом году очень массово у нас в районе прославилась Российская патриотическая акция Бессмертный полк. Муниципальный совет помог всем, кто хотел принять в ней участие, изготовив более тысячи портретов ветеранов. Уверен, что в этом году акция Бессмертный полк станет в Санкт-Петербурге еще более массовой. Предлагаю всех принять в ней участие. Для этого за 27 апреля нужно предоставить штаб Бессмертного полка, ветерана. Мы изготовим ее выдачный портрет. Подробная информация будет размещена у нас на сайте и в газете Здравница. Мне кажется, что сама по себе акция, которая сейчас проходит Бессмертный полк, она, наверное, будет являться продолжением тех шествий ветеранов, которые были связующим между новым поколением и будущим поколением и поколением прошлого. Потому что, к сожалению, уже ветераны не могут с нами встать в один ряд. Мы, конечно, пытаемся, мы являемся на самом деле эгоистами, мы пытаемся их до последнего времени использовать, привозим их, одеваем, проводим с ними какие-то мероприятия, но мне кажется, что уже сейчас пришло время поберечь этих людей, позаботиться о них. Почему я вас и призываю? Заботьтесь о тех людей, которые сейчас рядом с вами, о тех ветеранах, которые находятся в ваших семьях, о тех ветеранах, которых вы видите на улице. Поэтому, мне кажется, что это основная сейчас задача, что мы должны их поберечь и дать им больше возможностей пожить. Потому что все, что они могли, они для нас сделали, для нашей страны и для нас в случае. в сентябре свой 301 день рождения отметил Сестровецк. По сравнению с эксцелепными евреями, финансирование было достаточно ограничено и в несколько раз меньше, нежели чем это было на 303. Но благодаря взаимодействию с администрацией района, предпринимателям праздник удалось произойти на высоком уровне. Уверен, что в этом году ситуация будет такая же и мы сможем достойно встретить наш 302 день рождения. Качественное проведение мероприятий стало возможным благодаря совместной работе с отделом культуры администрации и лично Александра Владимировна Модина. Очень много я могу сказать, что когда произошла ситуация, что район не участвовал и город не участвовал в праздновании Сестровецка, чуть-чуть видоизменилось. Раньше мы принимали участие частично, а здесь пришлось на себя взять всю нагрузку. Опыта, конечно, такого муниципалитета не имел. И, конечно, Александра Владимировна оказала неоценимую услугу тем, что занималась с нами этим от и до. И, фактически, то, что это мероприятие произошло, здесь очень большая заслуга и администрация в том числе. Конечно, очень много нам помогает и парк Дубки и лично Владимир Николаевич Анисимов. Ему тоже мы уносим большую благодарность, потому что частичное проведение мероприятий, которые связаны с празднованием 301-й годовщины, были и на его территории. Как всегда, парк Дубки у нас отличается тем, что мы проводим все мероприятия великолепные на высоком уровне. Много интересных мероприятий мы проводим в совместно централизованной библиотечной системе. Так, в августе 2015 года уже 22-й раз успешно состоялись знаменитые Зощенко 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 Благодарим всех сотрудников библиотечной системы и особенно выражаем большую благодарность директор Дмитрия Михайловича Минаева. Также благодарим сотрудников кинотеатра Курортной и его директора Любовь Анатольевна Малькевич Кинотеатр недавно отметивший свой 40-летний юбилей вновь стал важным культурным объектом что особо значимо для нашего города удаленного от центра Петербурга но на самом деле Зощенко Зощенко вы видите что творится Зощенко Зощенко чтения которые вы видели сейчас на экране и как нашего бедного актера поливал дочь на самом деле он поливал только его потому что до этого выступал я без дождя а после этого вы можете посмотреть в нашем угрызе выступали другие артисты тоже дождя не был но конечно молодец мужественно прочитал все отстоял и большое ему спасибо ассистра Ильича Анзаев поддержку депутатов муниципального совета находят новые духовные традиции праздники Рождества Крещения Светлой Пасхе День Семьи Любви и Верности памятные даты в истории подводного плода России В конце мая в нашем городе впервые очень интересно для Маслова прошел народный праздник Троица уверен что его проведение станет для нашего города очередной традицией но вы знаете праздник Троица он уже проходил он имел уровень не совсем даже сестра Ревского и района это был городской уровень городское массовое мероприятие которое прошло я скажу даже больше наверное мы первые в стране кто проводили именно его в таком масштабе и честно могу сказать что этот праздник он конечно нас объединил объединил духовенство которое возглавляло наш шерст наш крестный ход объединило людей которые пришли мне кажется что это произошло впервые в последние 100 лет до этого всегда в стране были крестный ход всегда был но к сожалению эти 100 лет которые мы прожили в совершенно другом состоянии нет традиции эта традиция чуть-чуть была прервана но мне очень приятно что сейчас мы ее обновили в этом году праздник Троицы депутатов нас поддержали мы будем проводить в очередной раз надеюсь что действительно он станет традиционным так и будет все больше и больше сплачивать наш народ наше духовенство и будет позволять нам становиться все лучше и лучше хочу выразить искренние слова благодарности за плату духовное развитие нашего города и сохранение моральных ценностей настоятелю храма Петра и Павла Апсу Михаилу настоятелю храма святого целителя Пантелеймона Апсу Сергею настоятелю храма Казанской иконы Божьей Матери Апсу Гуриилу и конечно же нашему благочинному курортному благочиннического округа отца Вячеслава Неоценимый вклад конечно они оказывают потому что конечно нужно понимать что на сегодняшний момент церковь конечно является единственным нравственным институтом и мы хотели бы чтобы каждый из наших детей и людей живущих в Сестроверске все-таки становились все более и более нравственными потому что это позволяет сохранить наш город позволяет каким-то образом меньше чтобы у нас в городе было вандаризм и всего остального потому что все-таки духовное воспитание нравственное воспитание молодежи но имеет тоже очень серьезный факт важное направление деятельности депутатов муниципального совета развития спорта и здорового образа жизни мы ежегодно покупаем спортивные инвентарии изготавливаем формы для сестроверских спортивных команд только за прошлый год при нашей поддержке проведено более 90 спортивно-здоровительных мероприятий выражаем благодаря всем спортивным учреждениям тренерам преподавателям наставникам благодаря их энтузиазму спорт и здоровье спорт и здоровый образ жизни в нашем городе приходит в каждый год в каждую семью этот год год спорта в коротном районе я знаю что очень много мероприятий планировано на этот год очень много мероприятий будет проводиться в Стролецке мы говорим о тех мероприятиях которые проводим мы но муниципалитит участвует во всех мероприятиях которые проходят в Стролецке которые проводят и район которые проводят город мы знаем что у нас иногда проводятся мероприятия российского масштаба проходят этапа кубков россии поэтому это может быть та малая часть о которой я говорил на самом деле строительство является родиной спорта если можно так сказать муниципальный совет ставят перед собой задачу чтобы условия для занятия спортом были в каждом сестраевском дворе поэтому только в этом году для удобства жителей по девяти адресам были установлены спортивные тренажеры а всего и всего они уже находятся 24 2 я думаю что мы эту работу продолжим и вот спорта в курортном районе мы попытаемся нашу программу которая у нас была утверждена чуть-чуть скорректировать и все таки большее на проект в том числе и на спорта рад что практически все мероприятия мы проводим тесно взаимодействие с нашими предпринимателями работниками предприятий малых и крупных с каждым годом все больше участия в жизни сестра леска принимает автомобильный завод хендер мотор с мануфакторинг рост мы организуем экскурсии на это предприятие для наших жителей реализуем социальные проекты за последние годы сразу три тематические детские площадки появились нашем городе этот подарок от завода хендер конечно действительно мы с ними проводим достаточно много мероприятий и сестра лески полу марафон я думаю что вы сами видите участие сестра лескового завода нашего нашего сестра леска машиностроительного короба взрослый как мы его ласково называем очень приятно конечно что не во первых не все предприятия таким вот образом отвлекаются не очень приятно что люди с другой страны другими квалифетом участвуют так в нашей жизни предлагает что-то новое предлагает свои мероприятия и самое главное что это действительно проходит не не бесследно люди бы вам благодарны и поэтому я бы хотел бы поблагодарить одного из наших депутатов директора по внешним связям автозавода хендер виктора михалыча васильева город сестра и динамично развивается благодаря активной позиции главы администрации курортного района всевосеча куинова с мертвой точки сдвинулись реализация многих важных социальных проектов надеюсь что такие необходимости причинам проекта как рядовый каток на натрежной реке сестра строительство которого затянулось на несколько лет а также школа 434 поселки разлив которые сейчас реконструируются будут даны кратчайшие сроки но действительно алексей васильевич очень активно и в урокном районе привлекает инвестиционные программы и действительно нужно отдать должное что многие проекты которые десятилетиями у нас бились они по крайней мере мы увидели и не могу сейчас сказать отчитаться что они будут реализованы на дворец и перебежем ленточку действительно они сдвинулись мертвой точки и работы по ним ведут сегодня вы тоже когда приходили собирали подписи поддержку строительства дома культура можно сказать что это тоже как бы проект который он двигает мы все ему здесь помогаем но все равно основная здесь учить силы это все-таки он люди обращаются к депутатам с различными жизненными вопросами при этом наши полномочия ограничены законом мы исполняем все четыре вопроса местного значения и три отдельных госполномочий поэтому вопросы которые относятся к наши компетенции мы рассматриваем принимаем решение и добиваемся их исполнение за прошедший год нам поступило 600 заявлений ограждены более 500 обращения различных организаций по тем вопросам и проблемам которые мы вправе решать пределы собственных полномочий мы выполняем сами но многие обращения они идут не только не имеют там прямого отношения не имеют полномочий заправлять но мы все равно перенаправляем их в органы исполнительной власти на предприятия и организации которые требуются этого исполнения стараемся реагировать на каждое заявление которые которые приходят от граждан в том числе и обращаясь в правоохранительные органы когда это требуется много вопросов которые у нас возникают различного характера связанные с жизнью жителей когда они обращаются за помощью к нам начиная там злополучных всех наших ресторанами еще где-то мы стараемся конечно участвовать в этом во всем и решать этот вопрос решить в одиночку проблемы нам не под силу это возможно только совместными усилиями с администрацией курортного района правительством города советом муниципальных образований санкт-петербург поэтому мы обязательно дальнейшем будем работать во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти санкт-петербург и продолжим добиваться решения проблем волнующих наших выбирателей ждем также активной поддержки в этой работе со стороны депутатов законодательного собрания петербурга выборы которых пройдут менее чем через полгода но действительно сейчас много обсуждается то что у нас будут выборы и государственные думы и законодательное собрание вы являетесь активной частью населения города советской курортного района поэтому конечно хотелось бы чтобы мы более внимательно относились к тем людям которые будут выдвигать в качестве депутата и изучать что они делают что они может быть кто-то уже у нас избирался что они сделали конкретно для города потому что это главное что нас интересует чтобы наш законодатель он всегда будет с нами был с нами имени на команде и выполнял те задачи которые перед ним станет население по итогам проведенного мониторинга социального экономического развития муниципальных образований санкт-петербурга за 2015 год из второе занял второе место из восьми возможных группе города это свидетельствует эффективным и высоком качестве работы органов местного самоуправления нашего муниципального образования основные направления этой работы будут продолжены и в 2016 году знаете я вот уже отработал год заключение хотел бы сказать работал год с небольшим вот прошлый год я считывался за свою работу и могу вам сказать что я бы хотел бы поблагодарить вас за то что вы выбрали такой замечательный депутатский состав который у меня есть потому что каждый депутат который работает в моем муниципалитете заслуживает большого уважения и огромное спасибо за ту помощь которая я могу вам сказать честно что многие муниципальные образования спрашивают как так удалось нам создать такой действительно депутатский корпус который представляет все интересы и нашего населения и предпринимательство нашего которые есть были такие люди которые смогли как-то выдвинуть этих депутатов сами кто-то выдвигались и конечно в конечном итоге это ваш выбор я могу вам сказать что выбор вас сделал правильно достойные люди которые действительно требуют большого уважения от всей души благодарю земляков за активное участие в жизни города хочу пожелать всем счастья мира и здоровья а самое главное хранить и беречь наш общий дом город сестра я заблагодарить спасибо